Привет всем любителям прекрасного! Я Ксения Назарова и мы на творческом канале Красота в деталях. Господа, как вы думаете, что может объединять эти два предмета? Обычная столовая вилка и моток ниток. Объединяют их неограниченные большими возможностями. А прежде всего, возможность сделать вот такие прекрасные цветочки. Как вы думаете, что это за цветочки? Мне такие цветочки из ниток очень напоминают обычную садовую маргаритку. Это маленький цветочек из семейства астровых, который представляет собой маленький такой шарик из множества лепесточков и яркой желтенькой серединке цветочка. Сегодня в своем мастер-классе я подробно расскажу и покажу, как сделать вот такие маленькие заколочки летние для наших девчонок. Сейчас у нас на календаре август, почти что уже его середина. И так не хочется, чтобы лето заканчивалось, но оно как шоколад, тает все быстрее и быстрее. Чтобы как-то продлить мечты о лете, и чтобы эти заколочки нам во все остальные времена года напоминали о нашем ярком, жарком лете, предлагаю вам сделать вот такие заколочки. Итак, начнем наш мастер-класс. Итак, друзья, приступаем к нашему мастер-классу. Сегодня мы делаем вот такие симпатичные маленькие маргаритки из ниточек при помощи обычной вилки. Итак, для работы нам понадобятся тонкая пряжа или нитки мулине, нитки для вязания крючком. Вот такие вот у меня были разные цветов в розовых оттенках. Для декора заколочки понадобится божья коровка. Для серединки цветочка маленький кружок из фетра. Диаметр моего кружочка примерно 15 мм. А также сделаем вот такие симпатичные листики ромашки из репсовой ленты шириной 15 мм. Для листика нам понадобится отрезок длиной 9,5 см. Также зажим для волос, зажигалка, пинцет, ножницы, термоклей и маркер, исчезающий для ткани. Ну и, естественно, вилочкам. Для начала сделаем сам цветочек. Сегодня сейчас хочу сделать ромашку белого цвета с желтой серединкой. Итак, сначала займемся самим цветочком. Вилочку нужно обмотать, не сильно натягивая, чтобы потом серединку мы могли стянуть и сделать что-то типа помпончика. Но не совсем. Так, наматываем ниточку. Ну вот такой вот приличный моточек, я думаю, достаточно будет для маргаритки. Отрезаю нитку. И теперь посерединке нам нужно перевязать той же ниточкой наш маточек, который мы сделали на вилочке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... затягиваем нашу серединку чем тоже мы перетянем тем лучше лишние ниточки нужно подрезать аккуратненько снимаем и разрезаем ниточки лучше для этого воспользоваться маленькими ножничками потому как цветочек у нас очень миниатюрный такая заготовочка у нас получилось и теперь мы должны вырезать два таких кружочков где-то 14-15 миллиметров диаметр моего кружочка используя колпачок для него и исчезающий маркер тем временем за разогреваются у нас его пистолет два кружочка готовы расправим наши лепесточки и на капельку клея установим серединку наши миниатюрные ромашки то же самое сделаем с другой стороны теперь настоящий парикмахер мы возьмем маленькие острые ножнички и усовершенствуем нашу форму маленькой ромашки до более-менее ровного кружочка ну вот друзья вот такая вот милая пушистая ромашка у нас готовы теперь займемся листочками у листочков ромашки именно такие вот есть зубчики они такие удлиненные бывают поэтому покажу как я сделала такой ромашковый листик шириной ленточка моя полтора сантиметра и длиной девять с половиной примерно сантиметра складываю отрезочек пополам отступив где-то примерно полтора сантиметра делаю косой срез чтобы листик у нас был удлиненный такой вот острый угол должен получиться примерно таким вот образом закрепляю в нем зажигалки наш листик таким вот образом разворачиваем получается удлиненный листочек убедитесь что хорошо вы склеили серединку сплавили и а теперь ножничками просто рассекаем наш листочек по всей по одной стороне и по другой теперь обработаем наши зубчики огнем чтобы лента не поползла будьте осторожны берегите пальчики не торопитесь так Продолжение следует... 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 И наконец божья коровка. Можем ее приклеить на сам цветочек. Можно на листик, как вам больше нравится. Пусть она у меня ползет на паромашке. Можем ее приклеить на сам цветочек. Оставим клей подсохнуть. Ну вот, друзья, буквально за полчаса изготовили мы вот такую милейшую заколочку для девчонок. Это больше похоже на ромашку, но для маргариток более характерны разные оттенки розового. Как раз у меня такая ниточка нашлась. И вот такие вот маленькие цветочки маргаритки получились у меня из такой розовой ниточки. За несколько часов можно наделать целую полянку из таких маленьких пушистых миниатюрных цветочек маргариток и ромашек. Это я сделала на заколке криклак сосновый из фетра. И это простые зажимчики для волос. Длина зажима 4,5 сантиметра. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк. Делитесь заколочками в соцсетях со своими друзьями и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много-много интересных творческих идей. До новых встреч. Пока-пока.